доброе утро друзья вопрос буду зачитывать актуальненький такой вопрос прямо вот к тиражу green card лотереи дайте я движок выключу пока потише будет значит здравствуйте уважаемый михаил петрович и светлана с недавних пор два года являюсь подписчиком вашего замечательного канала говорят честно не все сюжеты мне удалось посмотреть но все впереди был у вас один видео сюжет а может и не один где обсуждалась тема о возрасте о переезде в сша на пмж от 50 лет и старше не один не один дело в том что я участвовал в розыгрышах девил лотереи с 2010 года в этом году 2017 в мае да повезло выигрыш победила жена более того это наверное уникально выиграл и старший сын 23 года подавал на него уже два года отдельно вроде вот она радость бытия вообще действительно везух то да мечты то осуществляются но не тут то было выиграла жена заполнял я за нее чтобы удвоить шансы выигрыша который является главным аппликантом без которой я не могу въехать с сша супруга моя не очень желает перемен которые требуют все продать уволиться с работы как то есть страшновато что ли на этой почве возникают порой глубокие разногласия которые я не знаю чем кончится в итоге как убедить каким примером я ведь хочу хорошее моим детям моей семье очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу а также немаловажно мнение вашей супруги спутницы жизни светланы немного о себе я живу в тюменской области город нижневартовск мне 56 лет я пенсионер из военных что ли речь вроде рановато пенсионер ну ладно пенсионер полон сил работаю жене 48 лет работает два сына 23 года выиграл тоже две 2017 и второй сын 12 лет ученик 6 класса вот такая сложная ситуация друзья сложилась давайте мы попробуем поговорить ну то есть фактически речь идет о том что он так как бы понимает но вот жена вот может я что-то для жены что ли скажу насчет светы мы переговорили я ей это письмо зачитала просто данном случае она дома остается я на работу мы переговорили и так обменялись мнением по этому поводу и разница в том что мы обсуждаем со светлой что у нас выходит на разный на первый план значит я говорю больше о том что впереди будет а она говорит о том что ну какой же смысл оставаться вот что за радость то вот там то вот ну что вот поэтому я так больше буду в позитиве дат не хочется не хочется там рассуждать про тюмениской области и значит про нижний вартовской и так далее сейчас мы выйдем на дорогу то вот тем более что как он сказать там же детки еще ну давайте я начну вот с чего вот ему 56 лет а ребенку 10 и я хочу сказать что в значительной степени возраст человека определяется возрастом его детей но такой вот как бы реально реальный жизненный возраст не биологический папачку поэтому вот ребенку 10 лет когда моему ребенку было 10 лет мне было 32 года вот ему там того что двое детей ну 35 ну 37 знаете ему не 56 ему на 20 лет меньше то же самое и супруга его в общем то то же самое поэтому они на самом деле гораздо моложе социально чем вот то что у них там в паспорте написано и ситуация знаете сложная с одной стороны мы видим переживания и мы понимаем что переживание очень естественно более того мы понимаем что для женщины эти переживания более естественно чем для мужчины кто-то мне звонит так вот как бы с одной стороны естественность этого всего понятно но мало того явно это муж был инициатором он заполнял анкеты за сына за себя за жену такой вот как бы движок вот этой эмиграции жена так и она и молчала считаю что все равно ничего не получится она и в голову не брала и вдруг на тебе вот такая ответственность надо решение принимать с другой стороны вот это совпадение невероятное когда не только мама с папой и соответственно с младшим сыном но еще и старший сын то есть вообще всей семьей это такой знак судьбы что даже я я не знаю какой еще знак очень нужен в этой жизни и мы как раз вот с вами сейчас едем и сейчас праздник нового года иудейского рожь хашана называется хотя он как бы в основе своей ты иудейский новый год но в целом он такой вот общечеловеческий то есть вполне мог бы быть праздником и мусульманским и христианским потому что еврейский новый год отсчитывается берет начало от шестого дня когда бог создал человека вот такое интересное дело и я хочу перепрыгнуть на другой праздник еврейский же который называется пасха и пасха это праздник исхода из праздник выхода из рабства и вот я такая параллель у меня что вот приходит там моисей к фараону и этот пусть и народ мой в эти а проблема не в фараоне частично а в том что этот самый народ никуда сниматься не хочет у него тут корова там хозяйство какое-то там ну да ну в рабстве живем ну а кто не в рабстве время времена то какие а кто не в рабстве и так вот и многие то и не ушли с моисеем так и вот и остались там с фараоном никто не знает что с ними дальше случилось так вот понимаете проблема приходит значит такой иммиграционный моисей тук-тук говорит пацаны пошли на волю пошли в землю обетованную и вдруг жена это куда я пойду брать вот такая интересная ситуация самое сложное в этом во всем что разрулить ее за пределами семьи невозможно ну то есть вот разные люди вам скажут что-то по-разному скажем и я одно там кто-то другое но но на самом деле тоже ваша семья понимаете это же ваши отношения это же вам дальше жить я вам я вам другое скажу вот пятьдесят шесть лет человек он молодцом он крепенький там значит работает энергии много и так далее с другой стороны пятьдесят шесть лет такой возраст что в любую секунду любой человек в таком возрасте может оказаться на совершенно противоположном так сказать конце вот этого спектра возможностей которые сейчас вот есть да то есть он может из очень крепенького превратиться в очень некрепенького я я не не хочу в негативным быть но я просто к тому говорю что это же не 22 года понимаете это это все-таки 56 и это в стране где средний возраст средняя продолжительность жизни мужчины сколько там я уже не помню ну так пусть даже 63 года ну а а что и и я уже не говоря о том что в 56 лет здорового мужика то вы и вообще и днем с огнем не найдешь ну ну допустим он вот такой молодец везунчик там я не знаю генетика хорошая но все-таки поэтому это же это же на долгую перспективу вот он сегодня снялся завтра он стрессе а а как пошел стресс чего угодно может быть в этом час у него нет этого стресса он так спокойненько живет может быть так не может может он каждое утро икру там на хлеб с маслом не мажет а в то же время стресса нет этим привык также а потом раз под напрягся и поехала и понеслось вот то есть вроде бы тут и сработает и проблем нет сейчас вообще такая экономика когда полно работы а а мы не знаем будет ли работа когда он приедет мы ничего не знаем вот сейчас будут выборы 36 дней 35 дней осталось до выборов и иммиграционная политика является краеугольным камнем вот этот вот этих вот вот этой избирательной кампании чего они там надумают вот поэтому что я хочу сказать что есть очень много факторов которые и взвесить то невозможно ну ну реально невозможно поэтому человек едет или не едет не не столько потому что он и взвесил и так как тот расчет показывает что расчет показывает что ты просто не понимаешь чем занимаешься если вообще начал что-то рассчитывать так по серьезному то есть можно конечно рассчитывать сколько мне нужно там выжить на первые три месяца это это можно посчитать это несложно можно сказать я тогда поеду вот в это место а не в то место потому что здесь вот как-то так да вот можно можно сказать а куда нам в принципе ехать вот у нас семья вот у нас значит старший сын 23 года это практически отрезанный ломоть то есть он с ними может быть побудет какое-то время может быть полгода может быть год безусловно поскольку парень в таком рабочем возрасте он может сразу начать зарабатывать что-то и семье конечно будет легче вчетвером но в принципе парень 23 года не не должен там как-то сильно с ними жить и сильный там под одной крышей там материально поддерживать в любую секунду может сняться куда-то уехать там и так далее их основная забота это младший которому 10 лет и в принципе если мы посмотрим на нашу иммиграцию то наше поколение когда и продать ты ничего нельзя было и взять с собой ничего нельзя было знаете вот мы вот я рассказывал мы приехали у нас было суд нам меняли по 152 доллара что это 400 456 долларов на троих вот все что было поэтому многие говорили вот мы едем ради детей ради детей ради детей вот дети да конечно мальчику 10 лет там ради детей но и и тому который 23 тоже на самом деле но может и без вас поехать да поскольку он сам отдельно выиграл он может ехать с вами или без вас может вообще не ехать это его личное дело но вот этот которому 10 что с ним будет дома что с ним будет здесь вот вы сами дома вот женщина 48 лет так у нее вроде быт устроена на пенсию выйдет она как жить будет на какие шиши она верит светлое будущее в нижневартовске там или где там чего я не знаю она она верит в то что через 10 15 20 лет не 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 канет в лету вся эта нефтедобыча и вообще город не опустеет наполовину я не знаю честно но это нужно очень очень много таких ну или вообще не думать или делать какие-то такие предположения которые не факт что сбудутся там и так далее не знаю что сказать значит у них глубокие расхождения безусловно им вряд ли нужно ехать в такое место как например кремниевая долина где просто тяжело выживать они могут ехать куда-то поспокойнее например теоретически можно было поехать вот скажем сакрамент но сакрамента там очень сильно в русскоязычном мире доминирует баптист пятидесятники вот вот эти группы и а у нас судя по имени значит у нас автор письма татарин семья татарская то есть я не думаю что им там с ними комфортно будет сильно вот но есть такие места как нью-йорк которые всегда и во все времена замечательно значит принимали иммигрантов там можно и работа есть и жилье есть и подешевле и подороже там и так далее есть масса других мест то есть если они сейчас начнут этим заниматься начнут читать формы находить людей и начнут советовать они далеко не единственные в таком возрасте и пошло и поехало вот есть работа по уходу и мы не знаем что профессионально люди делают да то есть вот он на пенсии может быть военнослужащий я подумал так если он 56 лет уже на пенсии он пойдет на крайнем севере работал там где какие-то коэффициенты работают из-за этого вышел раньше на пенсию я не знаю я не знаю что он делал и я не знаю чем жена у него занимается поэтому в профессиональном плане тоже интересно но в общем то вот прямо сейчас работы сколько хочешь любой а пройдет там год а я не знаю будет ли сколько хочет будет ли любой будет ли тут или будет там мы же понимаем что экономика циклична мы понимаем что в любой момент чем такое вот раз и и непонятно что и все посыпалось легко 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 может все посыпаться значит опять либо ты об этом не думаешь а у тебя такой вектор на долговременные какие-то долгосрочные программы и ты говоришь но не важно там мы же тоже приехали рецессия была знаете вот я приехал была рецессия и и так еще на несколько лет было в москве мы уезжали у меня кооператив был я зарабатывал хорошо и тогда если бы я на эту тему тогда начал думать а может никогда бы не уехал поэтому если установка есть на долгосрочность какую-то тоже тоже там по дороге встречается там это уже не так важно но у жены явно такой установки нет если на нее давить там скажем муж будет со своими разговорами может быть он ей только настроение испортит и еще больше она замкнется вот в этом неприятии что тут скажешь 48 лет молодая женщина в принципе еще ей до пенсии там 20 лет 19 еще работать и работать безусловно там на крыши над головой у них будет я думаю не хуже чем то что есть сейчас уже никак не хуже а смысле климатическом безусловно будет лучше то есть я здесь это по не на аляску может заберутся вот но но это вряд ли поэтому в смысле там питание такое бытовых условий и так далее они только выигрывают как какого примитивной работы они здесь не занимались они выигрывают поскольку у них есть ребенок десятилетний то они в принципе получать могут получать любые программы там которые тут есть для местных жителей которые поддерживают людей когда им тяжело то есть скажем ну что то такое не пошло но во всяком случае они не голодают и на улице не живут есть в элфер есть фудстемпы есть бесплатная медицина которая для них вот и существует то есть они как бы полноправно участвуют в этом во всем не то чтобы они сразу с самолета бах там на все эти программы это это наверное было бы при некоторых обстоятельствах могу бы рассматриваться как нарушение тех обязательств которые они на себя берут приезжая по гринкарт лотерея но если это не сразу произошло там через несколько месяцев это уже другой разговор но вот не пошло а вот целая система поддержки значит с точки зрения еще раз крыши над головой и питания быта здравоохранения учебы в школе и так далее они они будут в общем-то довольно прилично себя чувствуешь уж как ни крути то есть будут ли они там сильно какие-то зажиточные я не знаю не обязательно вот будут ли они жить там что называется не хуже других то наверное а почему нет так что но безусловно нужно хорошее настроение боевое по эти люди у которых настроя боевого нет а так даже если у них все хорошо складывается они все равно не очень довольны понимаете история какая и могут супруга может быть все не так вот там у меня огород был там я значит лук порей выращивал а здесь значит значит вот только апельсины и лимоны вот где где радость жизни так далее поэтому у нас много сюжетов на канале когда мы обсуждаем что вот муж хочет ехать жена не хочет или жена там меняется местами на один хочет другой не хочет и разные соображения там родственники близкие отношения с мамой чем я буду там заниматься кому мы там нужны и там и так далее и так далее и мы можем сказать конечно знаете вот тут трамп он интересного он выступал перед чернокожими где-то аудитории ему собрали и он выступал перед афроамериканцами потому что они как бы поголовно голосуют за демократов исторически и вот он как-то пытался их склонить на свою сторону и он нам говорит посмотрите как вы живете говорит он им говорят у вас бедность у вас преступность у вас скученность вы все по тюрьмам сидите там ну я не дословно передаю но как бы такое настроение и он говорит да вам терять то нечего он говорит терять то что я не хочу уподобляться ему и там сильно запугивать там мы и так далее но я не хочу проводить параллели между там десятью казнями египетскими и тем что последнее время происходит в отечестве вот хотя можно всегда между всем чем угодно на свете можно провести параллели какие-нибудь при желании не не в этом делу но все таки все таки здесь общество в котором люди живут как сказать спокойнее здесь добрее все здесь вся система умиротворяющие вот здесь никто человека не не находится с ним в конфликте не пытается создать конфликт если возникает как проблема тут же раз и решили проблему нет проблем поэтому поэтому здесь спокойнее здесь люди дольше живут поэтому они не находятся под стрессом таким то есть они привыкают к тому по стрессу который есть ну например вот допустим это сегодня работаешь но ты не знаешь будешь ли ты завтра работать это правда но это нет не только здесь правда это в разных местах работа может потерять любой человек там и так далее поэтому они к этому привыкли и как бы спокойно относится ну потерял лишь другую нашел но не то там не здесь так переехал там еще что то поэтому вот то что казалось бы вот для нас как советских людей вот я в то время ухожу это было бы очень стрессово потерял работу эти советский человек потерял работу вот боже это даже представить себе трудно вот а тут значит да еще тут стресс на какой тут стресс на машину водить и и супруге нашего героя придется водить машину меня я я скопировал без имени имя осталось в заголовке сообщений вот значит нашему герою и его супруге и старшему сыну придется сразу водить машину поэтому если уже они едут пусть уже озаботятся такой стресс сел за руль женщина 48 лет первый раз села за руль когда мы сюда приехали мои когда моя мама приехала ей было почти 70 и она дико рвалась сесть за руль человек который никогда в жизни не сидел за рулем у нас никогда в семье не было автомобилю отец боялся то есть он мог купить но он боялся что там что-то во время войны знаете на фронтовых дорогах насмотрелся и вот с тех пор когда в молодые годы значит насмотрелся этого он с тех пор вот боялся и и он водил такой газик у него был там между подразделениями и мама рвалась в бой она пошла сдавать значит там на глаза тест на зрение ей что-то такое там намерили что что-то она не проходит начали повторять тест в итоге получилось что она проходит но там знаете в микрон вот микрон в сторону прохождение вместо микрона в сторону непрохождение эти работники 9 тут они просто их трясло от всего этого она пошла сдавать экзамены и сломалась только на том что когда уже взяли инструктора с ней ездить вот так инструктор все время что-то кричал нервный был он что-то кричал кричал испортил маме настроение она сказал хрен с ним не буду больше уже пусть туда пешком будем ходить вот и но я хочу но понимаете вроде стресс а вроде отчего и не надо было для работы потянет они уже были в таком явно пенсионном возрасте но и но чак хотел сесть за руль и поехать поэтому хотеть надо понимать когда человек не хочет мы не мы не можем ему помочь сильно со стороны мы понимаете мы ограничены в наших возможностях поэтому что что можно сказать в общем я желаю чтобы в этой семьи который сказочно повезло сказочно вот что все было нормально чтобы они разобрались со своей безухой вот и чтобы я даже не хочу сказать чтобы они уже уехали или чтобы они остались я не знаю я не честно я не знаю что правильно сделать вот но то есть мой мой конечно мой вектор такой оттуда сюда потому тем более у них дети ну вот младшенький до старший сам решает но но младший жизнь поэтому конечно я бы я бы я бы так этот вопрос решал нужно еще раз ну пусть они сами а мы все и и я я думаю те кто нас смотрит мы просто им пожелаем успехов и что все было хорошо счастливы ребята мы так в со в